КОРОЛЕВА-2016 КОРОЛЕВА-2016 Нужно обладать харизмой, обаянием, нужно быть уверенной в себе, потому что королева это состояние души, это нужно нести, это нужно показывать всем, нужно удивлять, нужно вдохновлять. Но это все-таки параметры очень эфемерные какие-то, а конкретные кроме возраста ничего? По росту, по весу абсолютно никакие. Каждая участница индивидуально, и зажимать это в рамки этого преступления. Ну вот сейчас мы знаем, что их 14, да, у вас участники? Все верно. Расскажите о них, чем они вас удивляют, какие они девушки? Самые необычные, может быть, есть участницы? Да, участницы есть, девочки очень разные, они пришли в некоторые из каких-то конкурсов красоты, какие-то девочки нигде не участвовали, они не переживают в том, что они конкуренты, они очень сдружились, на самом деле это здорово. У нас победительница прошлого года очень удивила гостей тем, что она никогда нигде не занималась, не участвовала, не принимала каких-либо дополнительных уроков с мастерами, она подготовила шикарный танец с очень сложными акробатическими элементами, сама предошла свои ожидания, естественно, оставила всех позади, удивила, и в этом году мы ждем тоже чего-то нового, интересного, яркого. Вот вы, девушек, обучаете же чему-то, проводятся мастер-классы, расскажите о самых интересных, чему они научились уже? Да, научились очень многому, у нас ежедневные подготовки, мы очень много удивляем занятий спорту, у нас много фитнеса, тренажерный зал, занятия по красоте. Занятия по красоте это как? Будь красивой, будь красивой, будь красивой. Да, все верно, мы их красим, мы показываем, как правильно наносить макияж, у нас прекрасное обучение со стилистами, разбираем базовый гардероб, то есть это пригодится к девушкам. А вот можно, да, вот на картинках, воздушно, шарик, что это было? У нас было обучение по твистингу от Международной школы аниматоров, они показывали, как можно удивлять людей, то есть на финале, возможно, кому-то это поможет. А есть мамы среди участниц? Да, есть, у некоторых есть дети, даже двое детей у одной из участниц, и это абсолютно не мешает девочкам готовиться к финалу. Хочется уже Ирину мне спросить, которая пришла к нам в гости, которая является фотографом конкурса. Ирина, вы с девчонками работаете, скажите, они вообще раскрепощенные, сразу схватывают на лету то, что вы им объясняете, или приходится работать? Приходится работать не все, конечно. В основном девчонки приходят с мыслями, я не фотогенична. Я не смогу получиться красиво на фотографии. А мне кажется, что в основном, тебя подставили, повернули, наклони голову вправо, влево, отфотографировали, и все. Будешь ты как манекен стоять? На самом деле мы прямо обучаем. Есть, есть правила, конечно, есть, потому что их нарушать нельзя. Есть три, допустим, базовые позы, будем так говорить, которые выигрышно смотрятся в любой ситуации. Ой, а можем мы их подробно рассмотреть? Конечно. Я вот даже готова выступить моделью. Пойдемте? Да, пожалуйста. Какая? Согласилась. Дим, я сейчас фотографируюсь, и потом убегу на конкурс красоты, не теряй мне, пожалуйста. Ищите в первоуральском. Хорошо. Давайте, какая первая основная? Первая основная – это поза для портретной съемки. Слегка надо довернуться к фотографу. А, к вам, да? Да. Чуть-чуть еще. Немножечко наклониться торсом, чуть-чуть довернуть лицо, чуть ниже, расслабить шею. Я не могу расслабиться. Не надо. Чуть-чуть наклониться, еще расслабить шею. И только после этого делается снимок. Я понимаю, теперь, девчонок, это непросто, если честно. Мешать можно? Вторая поза, выигрышная в любой ситуации, которая удлиняет девушку, ну, делает более длинными ногами, говорится. Во-первых, фотограф должен слегка присесть, чтобы... А, ну, как бы немножечко снизу, да, фотографировать? Немножко снизу, это первое правило. Ну, во-первых, и девушке будет приятно видеть себя слегка выше, чем ниже, будем так говорить. Нет, вы знаете, когда снизу фотографируют, например, то можно найти второй подбородок у девочки. Нет, второй подбородок нельзя найти, если при правильном позировании, по большому счету. Для этого вытягивается слегка вперед, как у гуся подбородок, чуть ниже его опускаешь, и чуть-чуть доворачиваешь голову. И только после этого делается снимок. И третья поза, где, опять же, многие делают ошибку, да, становятся к фотографу, как говорится, не с той ноги, будем так говорить. Да, какую надо? Всегда надо, всегда к фотографу надо становиться ногой слегка согнутой, и рука должна не вперед локоть смотреть, а слегка назад, и тогда тело удлиняется у модели. Девчонки, запоминайте, значит, нога, которая к фотографу немножечко пристогнута, локоть немножечко назад, и пошла теперь от бедра, пошла. В стороне. Да, и фотограф очень-очень низко там внизу, а в современном случае как низко нужно присесть? Ну, в принципе, девушки с ростом от 170 не нуждаются, будем так говорить, в понижении фотографа, да, а девушки от 160 и до 170 желательно, конечно, чтобы фотограф слегка присел, потому что и сама модель будет слегка удлиненной, и фото будет выигрышной. Тогда в моем случае, да, надо присесть эту штуку. Ну что, Лешка, возвращайтесь на родину, все, красивое, 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 мы научились. Я готова, я готова к конкурсу красоты, как ты думаешь? Ну, естественно, еще до этого, раскроете нам секрет, сколько времени занимает у участниц, подготовка, они вообще успеют работать там, детей забирать из садика? Конечно, непосредственно, все, успеваемся, подготовка у нас проходит по вечерам в удобное время, мы занимаемся в течение полутора месяцев, готовим шикарный финал, у нас будет очень яркое шоу. Кроме того, что девочки готовят интереснейший танец, мы готовим их профессионально-модельные походки, фотопозирование, куча-куча мастер-классов, даем им то, что им пригодится в жизни. Вот-вот, я хотела спросить последний вопрос, пожалуйста, прости. После финала конкурса, девчонки, кто-то отправляется в индустрию красоты работать? Может быть, моделями, может быть, там, не знаю, на визажистов они получат? Меняется ли их жизнь после этого конкурса? Да, все верно. Забыла сказать, что конкурс у нас региональный, он проходит в четырех городах нашей области, это Екатеринбург, Первый Уральс, Березовский и Верхний Пушма. У нас будет потом общий финал большой, ближе к Новому году, но кроме этого девочки действительно, они меняются, они преображаются. Одну у нас взяли в кино. Ух ты! Сейчас идут съемки фильма, и девочка уже стала актрисой. Некоторые поменяли профессию. Ну что ж, очень мало времени у нас, уже практически нет. Когда финал? 26 августа в городе Перууральске во Дворце культуры. Все. Идем всех. Все идем болеть за девушек на конкурс красоты Королева-2016. А у нас в гостях была учредитель этого конкурса Татьяна Кирикова и главный фотограф проекта Ирина Шацкая. Спасибо вам, девушки. Друзья, через пару минут мы в этой студии проведем викторину. Оставайтесь с нами.